Ишида На американском ринге это вообще-то большая редкость Поклон по-японски Не знаю, друзья, во время срывов смогли ли вы выслушать то, что я хотел вам сообщить Я просто повторюсь еще раз Пол Уильямс сейчас на распути После блестящей карьеры, чемпионства и множества других приятных вещей Для спортсмена, когда он уже был почти в статусе звезды Вдруг последовало жесточайшее поражение нокаутом от аргентинца Мартинеса И потом очень неубедительное выступление В частности, последнее О бой против не очень известного кубинца Рисанди Лара Которые вообще-то все сочли, что он проиграл Но дали победу и мне Это вызвало возмущение не только специалистов, журналистов, но и публики И кончилось дело тем, что атлетическая комиссия штата разогнала эту судейскую бригаду Которая вот такое вот совершила Сейчас Пол Уильямс действительно, еще раз повторяюсь, на распути Потому что все будет зависеть от исхода этого боя в его карьере Либо он вернет себе утерянные позиции Либо его карьера может покатиться под откос Это талантливый парень Очень способный И такие срывы в его карьере, в общем, трудно объяснимы Он и сам понимает серьезность ситуации для себя Ну вот, пожалуйста, Набухира Ишида, 36 лет Очень интересно Пол Уильямс, 30 Ишида в этом бою чуть потяжелее Я вот начал говорить о том, что часто в Америке стали проявляться вот такие странности в ведении объективного судейства Чего раньше, в общем, не замечалось Это бывали случаи, но редко Сейчас это, в общем, очень огорчительная тенденция Вообще, такой большой боксерский день Ну, прежде всего Кличко Чисора Но мы поздравляем Виталия с победой Над этим скандальным персонажем В Америке здесь тоже был замечательный бой Таоррис Клауд против Компия, испанца Который вчистую, вчистую разгромил Умириканца, я имею в виду Компию И тоже был ограблен Под свистой улюлюканье публики А вот как-то будет сейчас в этом бою Двадцать четыре Победы, шесть поражений, девять побед нокаутом Совсем мало Но что-то у него последние два боя были Победа нокаутом Причем жестокими в первом раунде Победа номер два Супер-велтер-вейт в мире Победа Нобухиро Ишида У Уильямс Видите какой рекорд Побед, сорок побед, два поражения Двадцать семь побед нокаутом Ну невозможно сравнить с японским Сложным списком Он незагастый Джорджи И кличку такую себе выбрал Грозную Понял, что Ну, перевести Буквально Это вот как Тот, кто наказывает Победы Победа Cuал Ну что там? В чем заминка? Биллиамс, боксер такой пластичный, он мягкий. Ну и к всему прочему, как вы видите, он левша. Что тоже создает много неудобств противнику. Первый раунд. Судья тут записался не кстати. Конечно над Виллиамсом давлеет вот эта необходимость доказать свое превосходство. Спасибо. Честно говоря, не могу объяснить вам причину срывов сигнала. Может быть какой-нибудь там ураган в штате Техас. Вроде не похоже. Так вот, возвращаясь к этой мысли о том, что когда над спортсменом давлеет вот эта необходимость доказать свое превосходство, что бы то ни стало, это конечно сковывает. А скованность ведет к ошибкам. В данном случае хороший-то боец, он быстро справляется с этим напряжением. А вот Виллиамс делает ошибки. Он тянется с ударами. При его росте и длинных, при длинных руках, в принципе, выбор дистанции решается коротким подшагом. Он, в общем, делает это за счет наклона. Тут можно и нарваться, и на встречный удар. Ну что, попробуем вернуться в ринг. Здесь, как правило, шоу-тайм вывешивает ключи к победе каждого боксера. Шиде рекомендуется не идти в атаку слишком рано, разобраться с противника. А Виллиамсу советует действовать все-таки издали. Не помните пока, что осторожничайте. Сторожничайте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слишком напряженно, слишком размашисто действует Бой, в общем, несколько сумбурный Наверное, все-таки сказывается это психологическое напряжение Как я уже говорил, японец, который, кстати говоря, отнюдь Не нокаутер, тем не менее устроивший два весьма серьезных нокаута в предыдущих боях Вышел достаточно уверен Пока что и в средней дистанции ничего не получается ни у того, ни у другого Да, непорядок, форм Уильямса Вообще, до сих пор непонятно, что может и чего не может делать Ишида Вот что он не может, сразу видно, что он не может выбрать нужную дистанцию Он и не отрывается от противника Он и сам, когда идет в атаку, не рассчитывает дистанцию и валится Ну, в общем, прямо скажем, не впечатляющий раунд Как-то Вильямс действует без какой-то внутренней убежденности, без огонька Вот этот самый Джордж Петерсон, который расхваливал в прессе улов Вильямса В какой он сейчас замечательной форме Как он мотивирован, сфокусирован Как у него все классно строится в тренировках и так далее Сейчас, я думаю, должен быть обеспокоен Неприятно Начинается раунд для японца Пропускает левый крюк Да, там не было нокдауна Затолкал его Вильямс Сбил с ног Все-таки не надо забывать, что Пел Вильямс был дважды чемпионом мира Поэтому и опыта, и амбиции у него полным-полно Тут главная проблема, это вот этот японец, что он может Небольшое преимущество Пелла Вильямса Это неофициальный подсчет идет Вот первая удачная комбинация американца Еще это совершенно не выглядит таким мощным атлетом Тем не менее, действует напористо Очень много грязи в этом бою И Вильямс тоже нервничает, суетится Ишидо сейчас попал слева Попал достаточно жестко Недаром Вильямс сейчас полез в клинч Спрятал голову у него на плече И надо признать, что удары японца чувствительны весьма Да, чересчур суетливо действует Пел Вильямс Не похоже на чемпионскую повадку Видите, какой момент был Вильямс наступил на ногу Противник Два весьма неприятных удара Всаживает японец И все в подбородок Хорошо так изящно ушел Ишидо Снова атака издали У Вильямс снова не достает У японца очень неплохая реакция Заметьте, как он пытается в опережении сработать Коротко, быстро Иногда удается Не смущают атаки соперника совершенно Очень неплохо Ишида Похоже у рефери сегодня много работы будет Сейчас пойдет последняя минута четвертого раунда Мне кажется, бойцы до сих пор еще не нашли себя, что называть И нашли не свою дистанцию, не свою манеру Очень много промахов допускает экс-чемпион Ну и надо отдать должное японца Но очень внимательно Взгляда не отводит Даже когда противник идет в атаку Если бы он еще при этом Мог уклоняться Получше Как бы не кончился этот бой Должен вам сказать, что у меня складывается впечатление Что Все-таки Вильямс Растерял Кое-что Из прежнего Арсенала Тут нам напоминает то, что было сегодня Бой с участием Криса Ореола И Малины Это вот тоже Однофамилиц нашего Чемпиона Вильямса Бою против Лопеса Все на себя принимает японец До добра Это не доведет Конечно Неофициальный подсчет очков 40-36 Пользуя Вильямса Ну, наверное, это справедливо Продолжение следует... 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 Шоу-тайм иногда публикует мнение зрителей, которые выходят в интернет со своими оценками. Иногда забавно это читать. Комментарии бывают очень острыми и едкими. Да, вообще-то японец выступает очень часто в качестве спойлера. Много вяжет. От него и Вильямс не отстает. Вильямс. Ну, в общем, похоже, что Вильямс нашел свою линию поведения в этом бою. Но проблема в том, что для чемпиона он, в общем, слишком много технических ошибок делает. В частности, вот эта вот размашка, она заставляет его промахиваться. Так ни разу не удалось нанести точный сильный удар. Ну, вот. Жена японца. Ну, это приятница Вильямс. Вот тут интересно, как это перевести на японский. Пум-пум-пум. Да, низко ударил японец. Чуть не содрал. С Вильямс от Русы. Ну, к шестому раунду, по-моему, уже все ясно. Вильямс, ну, естественно, имеет преимущество. Но вот стиля в его действиях как не наблюдается. В принципе, если вы помните вот эти строки, где указывалось ключи к победе у Холла Вильямса, там сказано, что ему лучше действовать с дальней дистанции. Что он тут ищет в этой возне, это трудно объяснить. Потому что именно там, на дальней дистанции, можно показать свое превосходство в классе, если оно, конечно, есть. А здесь у вязаных в этой мясорубке, в толкотне, в возне, в общем, происходит определенная нивелировка. Тут нужно действительно быть либо большим мастером ближнего боя, каковых сейчас осталось очень мало, либо тогда вообще сюда не идти, потому что ничего хорошего это не приносит. Шансы уравнивать. Шансы уравнивать. Пропускает Ишида. Но, тем не менее, отвязаться от него очень трудно. Очень на стыдно действует японец. Хотя и не очень эффективно. Шансы уравнивать. 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 бои когда боксер сам понимает что все идет далеко не так как ему бы самому хотелось не не потому что он скажем не выигрывает а потому что в общем он выглядит не так здорово как ему представлялась надо уметь менять свою линию поведения свою тактику в бою а это не каждому дано седьмой раунд делим свои игры вообще для бойца у которого за плечами 42 боя в общем упрекать такого все в отсутствие стиле конечно довольно нелепо должен быть вербок твой стиль своя манера и так далее а ну вот проверимся к сожалению в этом бою не скажешь что он действует вот так где можно продемонстрировать превосходство в классе да он перерубает противника не боится промахов не боится этой возни в клинче но видите получается что он зачастую идет на поводу у японца который в общем уступает ему по многим параметрам но тактик который уже просматривается тактика состоит в том что вот в этой возне вблизи надо замучить противника так чтобы он устал чем идет вперед тиши да не обращая внимания на пропущенные удары и на 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 не единой попытки вести бой издали за счет движения контроля над дистанцией ничего этого вильямс противнику не предлагаю вот видите куда он попадает без конца ну вообще-то можно было бы японцы предупредить я имею ввиду рефери бесконечные захваты они в общем портит этот бой и и и и и и и и совет вообще-то правильный конечно вот момент был прямо скажем который не украшает вильямс удар предплечьем на отмаш не годится так грязно рефери обязан был это заметить и сделать внушение боксеру да много-много делает вильямс ничего не скажешь что это вы только не очень грязно действует бойцы оба чем с японца то что взять он очень не техничный боксер очень волевой очень напористый но часто действует просто бестолково примитивный но этот примитивный навал иногда ставит двухкратного чемпиона в прошлом пола вильямса в тупик он там увязает я не знаю что говорят ему в углу вильямсу но мне кажется то установка которая была нарисована нам на экране выбор какой дистанции следует предпочесть в общем этому не следует и и Субтитры сделал DimaTorzok Я понимаю прекрасное, и мы с вами хорошо знаем, что бой на бой не приходится. Даже у классных бойцов бывают иногда тусклые, невыразительные схватки. Но, в общем, то, что мы сегодня видим, если учесть все эти разговоры аналитиков о том, что вот Уильямс должен вернуть себе прежний статус, прежний блеск. Что-то мне не верится, честно говоря. Вот видите, в этом эпизоде заметно самый обыкновенный, примитивный и грубый размен. Пойдет на такой классный, высококлассный боксер. Думаю, что нет. Девятый раунд. В принципе, этот бой носит статус отборочного. Победитель получит шанс на чемпионскую схватку. Вот как раз вот тот самый случай, когда для многих тех, кто, в общем, думал, что Уильямс – это будет действительно новая звезда, для них важен, в общем, не результат, а качество исполнительского мастерства. Думаю, что они, я имею в виду тех аналитиков, которые сейчас восседают за таким длинным столом и в эфире обмениваются мнениями, там, помимо Антонио Тарвера, еще судья Чак Джампа и Алберн Стейн, еще несколько человек. Все они собрались и завелимся здесь. Влопытно, конечно, что им кажется сейчас. Такой очень либеральный рефери. Мог бы уже несколько раз японцы предупредить. Очень многие комбинации, которые исполняет Пол Уильямс, они, в общем-таки, автоматические. И боксер интуитивно может их предсказать и найти от них защиту. Два удара в туловище, можно ожидать следующий перенос на голову. Никаких неожиданностей. Естественно, Ишидо инстинктивно. Еще Пол Уильямс только задумал выбросить этот самый завершающий удар, а японцы уже садятся, ныряет или липнет к нему. Ну, вообще, этот раунд был явно поживее, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в принципе, может, оно и правильно, что советует Вильямсу перенести атаку вначале на туловище, а потом перебрасывать на голову. Это уже настолько примитивный совет, что, мне кажется, любой третиразрядник это знает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вы, наверное, заметили, чего нет. Уильямся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Загадка, почему он не может остановить противник, который бежит на него, даже без джеба. Просто левой рукой жестко встретить. Нет, он подсаживается под атакующего японца, гнется под него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 да забавно это все наблюдать попробуйте взять противника за пояс толкнуть его потом ударить так вот ли переточность либеральничал уже не первый раз кстати говоря что можно сказать заканчивается 10 раунд экс-чемпион мира по-прежнему в хорошей форме но куда-то делась острота прицельность в ее действие новая глава стоп конец 10 раунда пол вильямс напрочь забыл установку тренера что нужно начинать атаку с туловища шоу там вывешивает расписание боёв на последующие дни солида лопес 10 марта да это интересный будет будет это кстати повторная встреча солида выиграл тогда первый раз чего никто не ожидал совершенно вагнер таймер латимор дэвис но это может быть не так интересно предпоследний раунд япония сдаваться и не думает япония это примитивная тактика которую исповедует японец но она ведь и приносит свои плоды толкать вязать особенно толкать очень трудно собраться когда вас сбивают с позиции собраться для того чтобы встретить ну вильямс и сам виноват я думаю включил бы ноги подвигался может быть все стало бы на свои места конечно может быть легко советовать но на самом-то деле просто напрашивается такое поведение учитывая что вильямс высокий длиннорукий боец левша левши как мы знаем с вами обладает некоторым рядом преимуществом по сравнению с обычными бойцами и в частности левши по натуре своей они лучше чувствуют дистанцию так вот проверимся это совершенно невозможно сказать а а а а а ведь этот бой очень многие ожидали в нем была интрига о которой мы вначале вот с вами рассуждали японцы умудрился напугать тут часть народу в своей весовой категории все думали что будет определенная драма в этом бою мы видим в общем суетливую толкотню но зато надо сказать признать что андеркард нас не подвел там были хорошие бои интересные в общем те кто ожидал эффектной победы своего боксера велимся я имею ввиду они конечно будут разочарованы ну надо все таки отдать тоже решите этот японец может кого угодно замучить а и 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 последний двенадцатый раунд с боя пол вильямс могу гиро и шида и 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 возможно вы скажете что не стоит быть слишком строгими бойцам вот таком бою я отвечу что вся беда в том что когда очень много ждешь от боксера и он тебя разочаровывает конечно все это не вызывает особого восторга потому что вильямс конечно по всему что он сделал и и тому в каком психологическом состоянии сейчас находится он конечно должен был не так выигрывать как он сейчас выигрывает но выигрывает и его противник и шида это конечно очень тяжелый соперник с ним очень сложно нужно было не увлекаться не принимать его игру ну вот пол на это дело пошел думал что просто заломает и перерубит а тут оказалось такой запас напористости и выносливости со стороны ишиды что в общем не удалось никак сломать этого бойца но выкладывались конечно ребята по полно что там говорить в принципе может быть полу вильямсу и нужен был такой вот тяжелый изматывающий бой после всех его неудач предыдущих для того чтобы почувствовать уверенность ну вот это не официальный подсчет очков вильямс 27 процентов 22 процента у японца 23 процента силовых ударов нанес ишиды 31 процент вильямс самое забавное что превосходство в джебах у японца вильямс хотя в общем то назвать это джебом довольно сложно то что он делал нам остается ждать вердикта нам остается ждать вердикта то есть 120 на 180 три судьи дает пол вильямс ну что поделаешь опять непогода делать свое дело ну поскольку мы главное то с вами уже видели и знаем вердикт что же мне остается только извиниться перед вами за бесконечные срывы которые были конечно не по нашей вине естественно сейчас будет интервью в котором пол вильямс расскажет как все здорово у него получилось потому что бойцы никогда не страдали так сказать особой застенчивостью в оценке своих действий ну это простительная вещь я думаю не стоит все это переводить потому что мы с вами подобное слышали уже неоднократно на этом я прощаюсь с вами друзья желаю вам всего доброго до новых встреч